Приветствую вас! И то, что нужно вам научиться делать, это аналитические мысли и анализировать, собственно говоря, то, что вы делаете, в свою деятельность. Для чего? Чтобы понимать, какие именно вы совершаете поступки и на что эти поступки направлены. Для чего они? В какую сторону они направлены и являются ли они вашими по существу? Аналитическое мышление, анализ позволит вам подходить к вопросу своей деятельности так, чтобы вы ее контролировали, чтобы вы осознавали, что вы делаете, для чего и так далее. Вообще, если не везет в жизни, значит вы совершаете неправильное действие, у вас завышенные ожидания и не соответствия их целям. Вот, собственно говоря, взаимосвязь между этими тремя элементами и нужно рассматривать. нужно вам самому или с помощью психолога понять, почему и что движет вашими действиями в неправильную, в негативную сторону. Для этого ответим на вопрос, так, значит, вот вы пишете, в жизни не везет. А с какого момента не везет? Не везет это значит, вы не получаете того, что вы хотите. А вы пытаетесь изменить то, что вы делаете? Вы пытаетесь подстроить условия, меняющиеся постоянно? В общем, вопросов, как вы понимаете, много к вам. И вот так в одном ответе решить их не получится. Я задал вам выбор направления. Я надеюсь, что это направление поможет вам увидеть причины того, почему вам в жизни не везет. А дальше предстоит выбрать самостоятельно. Либо вы собственными силами справляетесь с проблемами. Либо обращаетесь к психологу для того, чтобы он помог вам выявить негативные элементы вашей деятельности. Хотя, поскольку деятельность напрямую свята наше сознание, то, значит, негативные моменты в сознании. И тогда ваша жизнь будет под контролем вам. Тогда вы будете контролировать и не зависеть от везения. Вообще, что такое везение? Везение – это неосознаваемые, неконтролируемые поступки. Чтобы их контролировать, нужно осознать, самопознать себя. Для этого, соответственно, ну не бросать. Нужно понять, где заканчивается самопознание и, собственно, уже стараться как-то регулировать то, что вы делаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше.